Масонский храм Не говоря уже о том, что ее рекламируют на радио В общем, своего рода партийная организация Куда сегодня может вступить любой желающий Вот так выглядит мастер ложи Передничек Здесь Можно сказать, что мы взяли интервью у мастера ложи Почему-то у него был очень странный голос Но Данное сооружение Очень сильно напоминает зикурат Что неудивительно, поскольку масоны Взяли очень многое из древнего Вавилона Древнего Египта, Древней Греции Не говоря уже про Библию Это, помимо прочего, национальный мемориал Посвященный Джорджу Вашингтону Его статуя встречает нас в холле На стенах фрески Где он изображен одетым В традиционный масонский передник Ну и по всему храму развешаны портреты Отца-основателя США Ну что ж, дорогие друзья Я сижу в кресле Самого главного масона этой ложи Вот у меня здесь Камень Мэйсон По-французски Так что все хорошо На самом деле не по-французски А по-английски, конечно же Потому что французское слово как раз таки масон У масонов есть два камня Грубый и такой вот отполированный Грубый символизирует несовершенство Вашего Духа Его нужно обтесать, чтобы получить Дух Совершенный Иными словами, масон должен постоянно работать над собой Чтобы улучшать как и себя любимого Так и окружающий его мир Две колонны – это тоже традиционный масонский символ Это и врата храма Соломона Это и две колонны Геркулеса Которые как бы ограничивают вашу индивидуальность Это двоичность нашего бытия Хаос и созидание Ну и конечно же это земля и космос В храме полно масонской атрибутики Есть тут и реплика того самого молотка Досточтимого мастера, который принадлежал Джорджу Вашингтону Молоток – это один из главных символов масонства Потому что как раз таки с помощью него и резца Обтесывается тот самый необработанный грубый камень Чтобы получить камень совершенный Что может быть прекраснее, чем стоя на главной сцене Главного масонского храма Вашингтона Сказать, что Россия – замечательная страна Кстати, вход сюда всем запрещен Но когда это останавливало нас, товарищи из России? А вот здесь, прямо в этой зале, уже в наше время Принимают новых членов в масонское братство Естественно, повсюду можно встретить главный масонский знак Циркуль и угольник Он натыкан здесь просто на каждом углу Что означает этот символ? Опять-таки много интерпретаций Например, циркуль – это небо Наугольник – это земля То есть земля – это то место, где человек выполняет свою работу А небо символически связано с местом, где чертит свой план Великий строитель Вселенной Тот самый геометр, начальная буква которого помещена в середине Но мне больше нравится трактовка о том, что циркуль – это безграничность Бога Потому что циркуль можно раздвинуть и можно начертить и точку, и круг А можно вообще даже прямую начертить при желании А угольник – это ограниченность человека То есть познания Бога безграничны А вот наше познание данного мира всегда находится в определенных рамках Как бы мы не стремились их расширить А во лбу звезда горит, но это не про Джорджа Вашингтона Потому что у него горит и не во лбу, а на груди В здании есть холл, где висят изображения масонских храмов США Вы сами можете убедиться, какое их количество Наш любимый президент Гарри Трумэн, который был масоном Который, ну не сам, конечно же, скинул две атомные бомбы на Японию В перечне его заслуг, значится, сдерживал распространение коммунизма И защитил Южную Корею от агрессии Северной Кореи и Китая А вот в масонском туалете ничего особенного Ложа Вирджинии под порядковым номером 39 и все ее руководители Глава ложи у масонов называется «Мастер стула» Ну а здесь явно по ночам расчленяют христианских младенцев Мясо которых идет на специальные масонские гамбургеры И делается это наверняка вот этой вот масонской бритвочкой Но мы внесли несколько русских аккордов в эту американскую симфонию Я знаю, что они садуются Ой, мороз, мороз, не морозь меня Не морозь меня Моего коня На этом все Хочу сказать, что вас еще ждет выпуск Про масонский Петербург Поскольку что-то мне подсказывает Будет очень много интересных Экспертных комментариев Под этим видео Подписывайтесь на мой канал